Также в рамках форума Сергей Фургал встретился с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым. Вопрос загрузки Амурского судостроительного завода сейчас решается на федеральном уровне. Еще в начале года было заявлено, что предприятие может спасти только докапитализация и участие в государственных программах. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре остается наиболее проблемным предприятием региона, которое выполняет оборонный заказ. В прошлом году завод получил чистый убыток почти в 4 миллиарда рублей. Одна из причин – высокая себестоимость строительства. В марте этого года в правительстве края сообщили, что судьба завода решается на федеральном уровне. Для стабильной работы градообразующему предприятию требуется декапитализация. Речь идет о сумме порядка 10 миллиардов рублей. Подготовлен вопрос для решения. Это по перекредитовке. То есть нужно освободить сегодня предприятие от той долговой нагрузки, которая существует. Это всех предприятий касается. Мы пока говорим за судостроительный завод. На форуме в Санкт-Петербурге Сергей Фургал встретился с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Сергеем Рахмановым. Глава ОСК сообщил, что вопрос с докапитализацией Амурского судостроительного решен. Первые деньги поступят в этом году. Основная часть финансирования запланирована на 2020-й. Вопрос с источниками докапитализации решили. Один из них – это участие в госпрограмме судостроения. Сейчас просчитываем, сколько сможем докапитализировать в этом году, а сколько в следующем. Но однозначно, что это будет. Также глава Объединенной судостроительной корпорации заверил, что будет решен еще один болезненный для предприятия вопрос – достройка паромов для переправы Ванина-Хомск. Из-за проблем с финансированием срок сдачи судов был перенесен на год. Наталья Шиян, Любовь Краснослободцева, Телеканал «Губерния».